6 февраля, Санкт-Петербург, магазин Redna, еще одна распаковочка для Алексея, город Москва. Значит, заказали у нас, Алексей заказал легенду, Яма Гибрид, это коричневый цвет, модель выглядит вот так, это черный цвет, тоже гибрид. Что такое гибрид сразу же? Гибрид это у нас, вот, сейчас я увеличу и вы увидите, вот уже видно, поверхность исперещена, вот этими микрофорами, все кресло, и рабочая поверхность, и задняя спинка, вот этот инновационный материал немецкий, производится в Оскуты, на территории Германии, и в Китай только отправляется уже целиком. Так, значит, это новая модель 23-го года, классно сделали, молодцы, вообще, это колаборация, где-то, 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 вот, Хиро, большого, большого размера, и Айкона, и такой симбиоз получился у них, вот такая модель, как красивая. Значит, вшитая подушка, предназначена для посиделок, приближенных к 90 градусам, очень помогает, не надо некие дополнительные подушки под голову, мягкие, но в комплекте у нее все равно идут вот эти вот мягкие подушки, вот, под спинку и под голову, это идут в комплекте. Дальше, на борту у нас есть РПП, поясничный упор, вот он здесь, крутим, выдвигаем, закручиваем обратно, задвигаем обратно под ноль. 4-2 подлокотники с фиксацией кнопочной, любое движение с помощью кнопки. Плюс жирный, косые подлокотники, косой направляющей, если подлокотник поменять местами, левый направо, право на левый, вся подушка подлокотника сдвигается к спинке. Очень хорошая функция, поэтому можно поэкспериментировать, проверить, как он по умолчанию подлокотники хорошо, или когда они ближе к спинке. Спускаемся ниже. Мультиблок. Мультиблок усиленный. Вот поднимем, вот так вот. Самый, самый лучший мультиблок. За последние там уже 6 лет, как мы его видим, на DexRacer'ах, начиная, теперь на Nobel'ах, на MaxNomic'ах, на SecretLab'ах, устанавливается такой, на самый лучший кресло. Дальше идут, газ для 4-го класса, это понятно. Пятилучие, алюминиевое, прямое, такое вот, и колеса с мягкой накладкой. Все, безупречные качества. Если никаких вопросов нет к нему. Металлическая рама, 2 с копейками миллиметров, именно силовой каркас. Профессиональное кресло. Наше предыдущее видео снимал по обсидианту, и еще раз повторюсь, это профессиональное кресло. Начинается в нашем магазине Atac Racing'а, DexRacer, Nobel Chairs, некоторые модели Sharkon'а, не все, но некоторые. Это профессиональное кресло. Что такое профессиональное кресло, это значит, всеми вот этими механизмами, углом наклона, в первую очередь, можно пользоваться, то есть теребить его в течение дня постоянно. Ну, в принципе, он для этого и сделан, чтобы положение спинки менялось каждые 30 минут, грубо говоря. Ну, как себя приучите. От этого есть вся соль. И заканчивая мультиблоком. Вот это и есть профессиональная деятельность этого кресла. Все остальное, полупрофессиональное и непрофессиональное бытовуха, это все бюджетный кресло. Если будете там теребить бюджетным кресло угол наклона, он у вас сотрется, будете качаться в бюджетном кресле, оно у вас рассыпется. Все, начнет скрипеть. И итог его будет один. Так, вроде все рассказал. Нет, не все рассказал. Так, значит, правила, пользование креслом. Рекомендации, правила. Значит, первое правило касается угла наклона спинки. Поднимается, рычажок поднимается всегда вверх до конца, без нагрузки на спинку. Подняли, а потом только нагрузили. Когда спинка под нагрузкой от вашей спины, рычаг дергать нельзя. Это надо запомнить с первого раза все, переучать себя в правильном пользовании этого механизма. Второе правило касается эко-кожи. Какая бы она крутая там ни была, как бы круто там ни расписывали, соль ее уничтожает. Поэтому поднять эко-кожи нельзя. Не надо сидеть на нем по голому торсу. Если будем сидеть по голому торсу, итог будет один. Да, нам там поборется пару лет, ну итог будет один. Вот такая картина. Поэтому, чтобы этого не случилось, сидим всегда только в одежде. Ухаживаем за креслом, покупается автохимия. В автохимии нет ни спиртов, ни растворитель никаких на водной основе. И раз хотя бы в месяц протираем сиденье, протираем подлокотник, протираем спинку. Все, удаляем с поверхности кресла соль. Самый главный брак в поле урита. Так, все. Сейчас начнем вскрывать коробушку. Покажу, что опять же, у нас продается только все новое, только все запечатанное. Сейчас, конечно, мы некоторые кресла начали вскрывать, потому что очень большой брак по подлокотникам пришлось вскрывать все кресла. Очень много браков, вот такие замятые подлокотники, чтобы получить информацию. Поэтому, пока не знаю, что с этим делать, но этого очень много. Поэтому, все маркетплейсы сейчас завалены васпраткой, г.у.шкой и вот такими подлокотниками. Поэтому, когда покупаете кресло, будьте готовы, что вам такая придет к ерунда. Начинаем его раскрывать. Вот так упакован он с завода. Вот эту штучку. Штука цвета. Опа, вот здесь красный цвет. Напомню, это новая модель, легенда. Сейчас все подготовлю. Так, все подраскидал. Теперь распакован был лицей, город Москва. Распакован кресло легенда гибрид Ява, цвет коричневый. Пакет скрывать не буду, все просмотрю. Так, через пакет проверю работоспособность РПП. Тут все видно, все классно. Вот, это у нас сей день идет. Идем сюда, сливаем подлокотник, проверяем. Все идеально. Вот видим подлокотник косой. Значит, по механизму. Механизм новый, обновленный. После сборки кресла, как вы его соберете. Здесь предохранитель. Что-то сложного срабатывания механизма. Тут механическое напряжение. Все очень хорошо. Поэтому после сборки кресла, вот этот предохранитель, двигатель винта, надо выкрутить. Просто выдавить и летите. Так, здесь тоже из пакет скрывать не буду, все так посмотрю. Подушка для головы, валик по спине. Петилучие, алюминиевые, прямые, самые прочные петилучие стоят. Дорогая футболкация в этом кресле. Так, второй подлокотник. Тоже видим поверхность идеальная. Сюда. Так, значит, значки на последней странице вот так делаем. Не надо, не надо, не надо, не надо, как можно. Не надо, не надо. Так, смотри, вот эту коробочку. Декоративные выкладочки. Там ключи, в мистере. Хорошие колеса с устукавителем. Так, разливчик 2-2 класса. Этот у нас пин для газлифта. Ручки для управления, вот блок, так называемые флажки. Значит, рекомендация. Флажки, как можно удевать ближе к мультиблоку, чем меньше у этого пространства, это вот штыря, тем лучше. Для облегчения можно смазать штыри, потому что очень туго они надеваются, очень надо применять силу. Вот этот штырь можно смазать подсолнечным маслом, но на крайнях просто водой его смочить, я его тоже включить водой и дарю пихнуть. Еще одна рекомендация. А что, если пригодится, по умолчанию кресло, ну, это все идет от автомобильного к креслу, по умолчанию кресло завалено, сидение рабочее завалено на спинку. Иногда это бывает не очень комфортно, когда мы сидим, ну, под 90 градусов кресло используем, да, основной такой рабочий режим. Поэтому есть такой лайфхак. Исправить вот этот вот угол атаки кресла на более прямой относительно пола, чтобы вот в этом сочленении, где спинка с сидением, было 90 градусов. А, не на этом надо показывать. Вот сюда я так у себя сделал на своем кресле, а кончик, который использую я уже четвертый год, сейчас летом будет 4 года. Вот, набором шайб. Покупаете шайбы, такие усиленные шайбы, толстые, и с помощью набора, их там штук 5 сюда прям кладете, делаете угол атаки параллельно полу, именно верхней, верхней рабочей поверхности. Вещь классная. Поэтому все можно экспериментировать, не забываем про подлокотник, не забываем про угол атаки, все это можно делать. Кресло очень функциональное, крепкое, надежное, всеми функцией можно пользоваться без всяких ограничений, главное помнить, правильно пользоваться, правильно взаимодействовать, ну, вот с механизмом наклона. Так, все, вместе с видео будет на почте пришлем вам, как эти реквизиты по оплате, и завтра кресло отправится уже в Москву по адресу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok